Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 5 мая. И вот сегодня в утреннем обзоре я подходила к этим томатам, которые я всегда говорю, что они сибирские, холодостойкие, они выдерживают длительные перепады низких температур. Но в утреннем обзоре я как мимоходом просто иду и там несколько минут уделяю, ну прямо иногда секунд. Сейчас я хочу поговорить более подробно о этих сортах, потому что именно эти сорта могут применять, использовать, выращивать, ну хоть как угодно можно сказать, те огородники на своих участках, у которых нет теплиц, которым вообще не хочется ни открывать, закрывать, ни устраивать никакие тоннели, ну просто с минимальным дежурным уходом вырастить ранние томаты. Потому что, поверьте, получить томаты ранние можно не только в теплице, но и можно в открытом грунте. Тут важно правильно выбрать сорта. Я вот про эти сорта говорила, что они штамбовые, они неприхотливые, они не дадут вам огромных мясистых, сахаристых плодов, но они все это перекроются другими достоинствами, тем, что они очень выносливые, тем, что они дадут вам урожай при любых погодных условиях. Я вот сейчас подойду к одному из кустов и продолжу свой разговор. Напомню, что здесь у меня вот ринет, спиридон, вот он, этот челнок, дальше там буян. И если говорить о том, вот я в этом году высадила все эти же сорта еще и в теплицу, но также продублировала вот здесь, в открытом грунте. И мы сейчас сравним, у вас предоставится прекрасная возможность сравнить вот эти вот посадки мои в открытом грунте и в теплице и убедиться, что иногда некоторым томатам в теплице-то не очень нравится. Но не то, что не очень нравится, а можно сказать так, что некоторым томатам больше нравится в открытом грунте. И здесь они быстрее дают результат, и тут они выглядят как бы более естественно. Вот я сегодня утром показывала, видите вот эти завязи молодые? Когда я их высадила, были ночные температуры не очень высокие. И несмотря на то, что у нас стояла днем жара и 28, и 30, я когда высаживала, грунт еще был и не очень-то теплый, и ночные температуры частенько проскальзывали и 5, и 6 градусов. И тут знаете парадокс в чем? Мы же очень часто читаем, что при температуре ниже 15 градусов томаты перестают развиваться, они перестают расти. И вот эти томаты пережили огромное количество дней, вернее ночей, с температурами ниже 10, 5, 6, 7. И в это время у них жизнь продолжалась. Вот эти плодики маленькие, вот это буян, завязывались, все у них было хорошо. Именно эти томаты дадут мне первые плоды в открытом грунте. И вы видите, как они развиты. Они все цветут, все завязи, которые отцветают, на всех висят уже плоды. Они, правда, крошечные, но поверьте мне на слово, плоды на всех, на всех цветочных кистях. Сейчас мы пройдем и посмотрим эти же томаты, как они выглядят в теплице. Вот мне неохота, я боюсь, обломить. Но видите, вот они отцвели. Сейчас, подождите, я вам все-таки покажу. Вот отцветают томаты, и на месте цветков, на каждом-каждом, на месте каждого цветка висит маленькая помидорка. Это значит, что весь этот период, когда еще было ночью прохладно, и вот сегодня, я же говорила, у нас ночью 3 градуса. Этой ночью будущее будет 2 градуса. Но поверьте, что у них будет все нормально. Сейчас мы посмотрим, как эти же сорта выглядят в теплице. Ну вот я вчера показывала и говорила, что в теплице они сильно разрастаются. Но я хочу именно подойти к челноку, чтобы посмотреть, есть ли у челнока тепличного завязь. Вот смотрите, я нашла челнок. Именно тот, на котором на улице вот хорошие такие завязи продолговатые. Я просмотрела весь куст. Ну туда подлезти очень сложно, он разросся. Вы видите, какой он огромный. Конечно, может быть, ему здесь и нравится. Он огромный, он цветет, все. Но таких больших завязей, вот плодиков, как на улице, у него еще нет. У него здесь комфортные условия. Если вспомнить, что тот в суровых условиях, в таких, в холодных, холодные ночи он переживает, и вот этот, который тут, ну, в тепличных условиях, то становится ясно, что для того, чтобы получить, например, от таких томатов ранний урожай, вот как я назвала, челнок, буянри, нет, не обязательно высаживать их в теплицу. Вы видите прекрасно, что они на улице растут. Да, они маленькие. Они такие маленькие, они такие, как сказать, ну, штамбики. Они маленькие, толстенькие, низенькие, но они тоже там все в цветах, все в плодиках. И вот, если ответить на вопрос, всем ли томатам нужна теплица, нет, конечно. Вот я в прошлом году делала испытания насчет снежных названий. Таймыр, полюс, Аляска. Я их тоже посадила сюда в теплицу. Они вот так же дали мне огромные-огромные кусты. Было много-много цветов, много завязей. Но потом началась жара, и это неприемлемые для них условия. Они дали мне вот маленькие, как черрики, вот крошечные такие плоды, как виноградинки. И они даже не смогли сформировать те плоды, которые формируют они на улице. Вот в этом году у меня на испытания вот эти челнок, буян, потом еще там ранние 83, сибирский скороспелый. Последний год я хочу вот эти ранние скороспелые попробовать. Но, как мой опыт показывает, что если томат специально выводился для выращивания в открытом грунте, для выращивания в суровых условиях, то лучше, скорее всего, его не мучить испытанием вот таким тепличным. Как вы видите, ненасколько быстрее они здесь не дают нам плоды. Вот я сейчас сравнила, показала вам там и там, кроме размера куста, что вот здесь вот огромный куст, а там маленький. Никаких рекордов здесь эти скороспелки не бьют. Даже наоборот, уличные томаты, как я уже говорила, совершают помидорный подвиг, что в таких неблагоприятных условиях у них и цветы цветут, опыляются, плоды завязываются, и не только завязываются, уже и растут, увеличиваются в размере. Вот эта информация к размышлению. Я просто все, что делаю, вам показываю, чтобы вам, ну как, больше всего учиться на чужих ошибках, а не на своих. Я вот эти скороспелки точно уже не буду больше в теплицу помещать. Я нынче много сортов высадила, и почти все они, кроме разрастания куста до огромных размеров, не показывают никаких каких-то сверхбыстрых результатов, чтобы вот дать быстрее, чем на улице. Посеянные в один день, они в один день зацвели и на улице, и в теплице. Но на улице даже плоды завязали еще раньше, чем здесь. Вот это парадокс, да. А, кстати, вот эти, которые высокорослые, любимый праздник, и ботяня, они даже этих обогнали, и уже у них такие большие завязались плодики. Тоже непонятно, казалось бы, вот этим скороспелкам, чтобы не образоваться. На улице уже висят плоды, а здесь они растут, вширь, ввысь. Ну, короче, они здесь оттягиваются, стараются улучшить момент. Ну, на курорте томаты. Все, до свидания.